Доброе утро, ребят! Привет! С вами Олег и канал Life is жизнь. Так, у нас сегодня суббота, 1 часов 35 минут. Давно-давно я уже не был в бассейне, вот спешу иду. У нас от Рига Сатексмы есть возможность посещать бассейн бесплатно в определенные дни, почти круглый год, но кроме лета. Ну правильно, сами понимаете, какой бассейн летом. Летом море, речки, озера, походы, путешествия, а не бассейн. Так что все правильно. Единственное, в этом году эта пандемия сломала графики, поэтому я не был в бассейне уже с марта месяца. Вот сегодня встречаемся с Иваром. Пойдем там к 12.15 начало. Ну к 12 надо дойти, чтобы там регистрация. Если получится, я покажу, как это все происходит. Конечно, душевые кабины я не буду пытаться снять, а так по максимуму. Но это если получится. Но не получится, тогда потом расскажу свои эмоции. Вообще от Рига Сатексмы можно посещать таким образом два бассейна. Один вот здесь Олимпийский, который находится в районе Скантес, прямо напротив арены Рига. А второй на Кипселе. Ну там по определенным дням. Ну что здесь, что там. Я не знаю, по-моему, среда, в среду еще можно. Ну я не знаю, мне это не интересно, потому что я хожу по субботам с 12.15 до часу. По времени как бы нам 45 минут можно находиться в бассейне. Ну и, соответственно, на Кипселе там как-то немножко по-другому. Там нет определенного времени, со скольки до скольки ты можешь посетить бассейн. Ты можешь посетить бассейн там, по-моему, ну я не помню, там, короче, грубо говоря, с утра до вечера. Но нет такого, что вот как здесь с 12.15 до часу и все ограничено. Не знаю, с чем это связано. Наверное, потому что много очень этих самых посетителей. Но я бы не сказал, что много посетителей. Вот эти дома буквально недавно построены. Ну может быть пару лет. Потому что я еще работаю в компании предыдущей. Здесь проектировал построение сети интернет и телевидения. Вот именно вот в этих, по-моему, не два дома было, три дома. Да, три дома. Они вот один, они с аркой соединены. Но эти-то уже пораньше. И тоже эти я проектировал. И строил там сеть ТВ. Интернет там уже, по-моему, был. Хотя нет, по-моему, я и то, и то строил. Вот здесь точно все строил. Вот в этих домах. Это наш райончик, так называемый. Тоже, так сказать, тихий центр Риги. Я помню, когда здесь были пустыри, все, здесь ничего не было. А сейчас вон какие дома. Бусть вот современные, да. А вот там за углом дальше уже Олимпийский центр. В этом Олимпийском центре, кстати, наш, по-моему, Олимпийский комитет в Латвии заседает. Если кто-то думает, что это что-то типа такого большого здания для Олимпийского комитета. Нет, совершенно нет. Я там был на переговорах тоже по построению, кстати, сети. В каком-то. То ли мы хотели сюда бросить интернет. Вот уже не помню. Но я встречался с представителем Олимпийского комитета Латвии. Как раз в этом здании, в его кабинете. Вот там, за этим спортивным центром находится арена Рига, где проходят матчи хоккейные. Да, все здесь современное. Да, вот три дома. Видите, вот этот. Пятнадцатый, потом четвертый и тот, по-моему, двенадцатый был. Неудобно только вот на машине заезжать. Тут всегда вот места заняты. Видите, сколько машин много. Со стояночками тут так продумано. Хотя, по идее, по-моему, двадцать минут или десять минут тут бесплатно. А вот видите, двадцать минут бесплатно. Один час – два евро. А за день – семь евро. Поэтому я поставил машину вот там, на зырню. И тут пешочком прошелся. Ничего полезного. В этом комплексе, помимо бассейна, есть еще футбольный зал, и волейбольный, и баскетбольная площадка. Проходят всякого рода мероприятия, соревнования. Помимо выставок тут еще, я помню, ходил на своему крестнику на соревнования по дзюдо. Такое достаточно современное здание. Ну вот, кстати, футболисты. Динамо, походу, стоят. Ну вот просто вот это вот офисное здание, можно сказать. Здесь находятся офисы. Здесь даже как одно время был офис Динамо Рига. Я сюда приезжал, подписывал документы. Магазин вот здесь есть. Ну а нам вот туда надо заходить. О, видите, уже написано «Аткалпелдом». Кто не из Латвии, там мы перевяжут. Снова плаваем. Как бы типа открылся бассейн после этой пандемии. Здесь какие-то служебные входы. А вот здесь центральный вход. Должен где-то здесь быть мой Ива Риндж. Ну зайдем, посмотрим, что там и как. Должен? Как выиграет? Должен. Это хитр... Семь. Поехали. Должен. Должен. Семь. Должен. Семь. 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 А ты уже здесь? Я просто от ковки забыл, как идти туда-то идти. Я прошел через ковце? А, ты говорил, да-да-да. Обс, ребята, неувязочка получилась. Я забыл, что мне Ивар как-то говорил, что сейчас там они сделали по-другому вход. А, теперь с другой стороны, прямо напротив арены Риги вход. Только я не понял, где именно со стороны арена Риги. Либо с этой стороны, либо там дальше, а может быть с этой стороны. Сейчас я вам покажу, как бассейн смотрится со стороны улицы. Потому что его видно с улицы. Особенно, когда вот там едешь чуть дальше, то уж сам бассейн вон, даже стулья там какие-то стоят. Вот там наверху, видите, вот там бассейн. Ну вот здесь, да, заход, проход, вернее, вот через эти вот, но заход-то вряд ли здесь, по-моему. Где-то он дальше. Где-то должен быть тут вход, где-то должен быть выход и где-то должен быть вход. Наверное, где-то там вот дальше. Ну, пойду пройдусь. А вот, кстати, арена Рига. Что-то никаких плакатов нету, ничего нету. Цены повысили, плакаты убрали, реклама работает. Видит просто супер. Там вот за окном видно для малышей бассейн какие-то. Вон там мужчина пошел. Наверное, там вход. Я так думаю. Так. Смотреть так очень тоскливо вот на такое вот состояние арены. Да, менеджмент работает у них скверный, я вам скажу. Ну что, надо его рождать? Где он там? Опаздывает опять? Любитель приезжать впритык. Ну да, ему далеко, в принципе, из Юрмала ехать. Это не мне. 15 минут и я на месте. Надо подождать, посмотрим. Думаю, что здесь заходит. Но я его на горизонте не вижу. Вот там, наверное, женщина будет давать жетончики. С ними вот так, наверное, проходишь. Либо туда, либо вон туда. Да, вот. Велый бассейн. Вижу. А здесь, наверное, маленький. Если будет видно сейчас через стекло, покажу вам маленький бассейн. Надеюсь, ругаться не будут, что их там снимают. Малышей. Ну, такие малыши здесь, конечно, блин. И мамы, и папы, и малыши. О, Иорин идет. А где ты поставил машину? Я тебя потом покажу. Я, как всегда, на... Температуру хочешь мне поменять? Да, температуру. Это камера. Снимаю на камеру. Я тебе как другу покажу место. Там, как раз, одно осталось еще место. Да мне там удобно. Там есть двор специальный. Я знаю, висит эти дворы. На всякий случай. Ты не знаешь. Я тут интересно. Ты по огородам здесь лазил, блин. Тогда этих домов не было. Я оставлю там всегда. Мне удобно. Огороды, да, здесь? А здесь, я даже не знаю, не помню, что было. Вот там огороды, которые остались. Бассейн. А? Бассейн. Боссейн. Боссейн. Нет, там был. А, ну это дальше. Ригаторная. Там настоящий, это разве бассейн. Конечно, там был правильный бассейн. Там можно было залезть на шпал и отдыхать. Заныриваешь, туман плясал. Не, понимаешь, там наверх на шпалы залазили, загорали там. Отдыхали. Я бы нырял там. Так все ныряли. Вот такой брелок дали. Покажи свой брелок. Вот такой брелок нам дают тут на 45 этих самых минут. Вот здесь можно причесаться. Здесь можно причесаться. И здесь можно причесаться. Покажи свой брелок. Покажи свой брелок. Верниющее время. Здесь можно причесаться. Вернии. Верния. Верния. тут на второй этаж и время как всегда воды набрал в бассейн идет в бассейне бушке хорошо 2 литра минимум минимум два литра сказать если ты соли много есть что-то бесполе то хочешь хоть можешь хоть 5 2 литра жидкость надо выпивать куда дальше соль задерживать куда дальше пошли понимать раньше не будем экранчик показывает бассейн где-то вход в детский бассейн вот экранчик показывает наш бассейн в котором мы были вот здесь мы плавали наши дорожки с одной стороны помоем а это с другой стороны вот здесь мы с Игорем плавали вот здесь раздевалка вот здесь раздевалка вот здесь мешочки для обуви вот большой бассейн, малый бассейн пир, 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 рот, алюта почему в бане там? а что пока в бане там? да, вот здесь можно в бане там, видите? где? вот стрелочки, да а вот гимнастический да, вот тоже как бойцы ну все, идем сдаваться вот снимаешь сейчас Игорь пройдет и я пройду как раз ой все и пошел на высоту все, в бесславном о, какой кресло чтобы не было, вирус не проходил да? да вот эти маски, все это фигня вот он говорит ну а ты кислородным он меня не взял, понимаешь он говорит вернее я второй раз один раз не взял просто я и не знал а второй раз я забыл и он говорит я не могу все а другая баба там она всю жизнь работает я пошел потом к ней она говорит да не надо никуда не, ну понятно в поликлинике тоже приходил тебе давали маску под час приходишь тебе не дают маску мне как-то ну ладно вот побывал я в бассейне понравилось нормально да да шьют эти маски хернё занимаюсь хорошо покупался на 45 минут плавали в баню не ходили и нормалёт так что заходите в бассейн олимпийский расценки на сайте их есть там правда получается за 8,50 то получается 90 минут можно плавать два часа да и вот сауна это детский бассейн да или на луше а там вот наша сауна то есть 90 минут можно плавать 90 минут плавать это тоже дофига мне кажется 90 минут это это перебор самое нормальное это 45 минут мне кажется конечно полчаса даже полчаса хватает поплавать просто плавать вот без остановки полчаса поплавать это мы с тобой плавали и болтали а так если ты один плаваешь уже через полчаса ты понимаешь уже делать нечего. Так, ну куда сейчас идем? Пошли, я тебе покажу, где машина, потом тебя довезу. Игорь, пока я идти на машину поставил, довезет меня до машины. Я вообще покажу машину. А ты поедешь в Сигулгу? Отсюда прямо на Сигулгу? Один? Нет, сейчас заеду за Игорем. А, ты за своими считаешь? Лёха уехал, а Игорь с Игорем поедет. Вот, вот здесь мы купались, вот там мы стояли возле тех кресел. На перерыв опять идут два километра, с перерыва там чуть... Не, Игорь, я говорю, если поставил машину подальше, то есть смысл пройти пешком, правильно? Это очень полезно. Получается, в день у меня 7 километров. Ну, 7 километров, классно, нормально. А у меня получается в день километр. Утром встал, до машины дошел, смотри, до машины дошел. Приехал в парк, от машины дошел до диспетчерской, а диспетчерской до троллейбуса. Потом, когда приехал на обед, пошел от троллейбуса до диспетчерской и до остановки. От остановки автобусной уже в Плявниках дошел до дома. Так же самое в обратно. Вот, ну, может быть, километр, может, два. Но это же... И то, это вынужденно, это не пожелание. Так я ничего и говорю. Поэтому, говоришь, ближе поставить рядом. Ну, вот я поставил там, и нормально прошел хотя бы почти километр. Так я тоже ехал на машине до электрички, садился в электричку. С электрички вышел в автобус. Ну, да, видишь. До парка доехал, опять в автобус, отработал, опять так же само все, понимаешь. Опять приехал, сел и вот так вот. А потом живу. Опять вот ты что рассказывал мне. А кто-то так все же и живет, и живет уже 90 лет ему. А кто-то, а кто-то ходит по 5 километров и уже 40 лет его нет. Надо делать то, что тебе как нравится тебе. Да. Не то, что там ты, вот, для того, чтобы там прожить, надо все соблюдать. Ну, да. Там показывают одну сторону. Тебе плохо уже, а ты все видишь. Вот я все соблюдал. И масло, и то, и то. А она заболела все равно. То есть ты не убережешь ее никогда, блин. Елки-палки. Естественно. Зачем тебе машина? Потому что нужно. Звук всегда послушай, как работает. Она мне пришлет. Я ничего прислать не буду. Заходи на канал и смотри. Какой канал? Вот у меня на ютубе канал есть. Дай заходи. Что я должен присылать? Вам присылаешь, вы все равно не смотрите. Ну, так, блин, зачем тогда? Вот. А мне тоже не интересно, блин, делать видео, тебе присылать, которые ты не смотришь. Масло поменял, я хочу. Вчера поменял масло. Мне надо, ну, посмотрю, правда, надо вот так, ну, сейчас я их. О, блин, еще. Много? Не знаю, надо вытереть, сейчас посмотрим. Ну, вот, ребята, все. С Иваром попрощались. Ивар уезжает. Я сейчас на свою машину пойду ремонтировать. А Ивар своим ходом поедет. Фигула. Что тут? О, зеленый загорелся. Он Ивара Мерседес поехал. Все, ладно, пока. Моя вот здесь стоит, мальчинка. А мы поедем домой. Надо к тече за картошки зайти, а потом домой ехать. Ну, идти. Картошку отнести надо, а потом Саня приедет. Будем менять шлейф. Вот, ребята, субботнее утро завершилось. Ой, ветер, не знаю, задувает, не задувает в камеру. Короче, в бассейне побывал, еду домой. Ну, все, пока. Может быть, получилось видео, а может быть, и нет. Ну, все, чао.